чеха хочешь опять в прическе с прически с моей грандиозный нормальная прическа голову маслом помазал он или каким-то короче этот магаром так хорошо все спасибо огромное короче знаете что вышел вышел значит поговорить с вами на серьезный момент очень возник я сейчас хочу кое что сделать запустить ну как хочу то есть ну к этому иду потихоньку уже написал сценарий в общем мне нужен слушайте внимательно у кого просто есть знакомы кто работает в москве живет москве усы тебя старят без тебя знаем мы золотая поэтому ко мне на вы обращайся с уважением значит мне нужен видео монтажер мне нужен видеооператор мне нужен парикмахер и мне нужны люди у которых есть гостиницы москве вот и есть и те кто готов принять меня в своем ресторане то есть будет проходить съемкой в гостинице будет проходить съемка и в ресторане вот поэтому если есть такие люди напишите пожалуйста в директ мы с вами с удовольствием поработаем на бартерной основе с меня реклама вот с вас просто помещение то есть ну и в ресторане нужно будет там еще кое-какие затраты но это я думаю что вы сможете взять на себя это стоит копейки вот поэтому нет ли никто не нужен из моих знакомых я хочу набрать новую команду людей у меня потрясающая задумка и я не буду пока говорить но настало время что-то поменять своей жизни заняться действительно тем к чему лежит душа и тем в чем я действительно по-настоящему разбираюсь и понимаю а это съемка в дальнейшем хочу выйти на съемку документального фильма пока горит не буду о чем но сценарий уже написал осталось дело за малым осталось найти инвесторов вот кто готов будет это все проплатить ладно это на самом деле несложно найти инвесторов обязательно найдем поэтому ребят давно пора за да слава богу да дай бог чтобы у тебя все спасибо огромное обстоятельства не поверитесь сегодня значит закончил сценарий и в конце написал по скрипту у меня все получится потому что у меня есть определенные люди в моей жизни которые в меня верят это очень важно я вот все 33 года жил и думал что вот я вот должен заниматься вот эти короче не тем я в этой жизни занимаюсь и занимался правда не тем вот у меня вся семья есть девяти лет работал на телевидении вел свою передачу на новороссийском телевидении чудеса в полчаса называлась поздравлял детей с днем рождения мультики там ставили в подарок нарезки стихи читал ой там кошмар есть даже видео кера всю жизнь проработал на телевидении мама на телевидении бабуля у меня актриса дед у меня документалист режиссер у дяди театр и как-то вот я живу и понимаю что не тем занимаюсь в этой жизни и вот наконец-то я пришел к тому что пора делать то потому что я последнее время очень часто стал засыпать и просыпаться просто вами делюсь и засыпал и просыпался смыслю я вижу картинки происходящего что мне нужно что я хочу мне уже во сне снится это понимаете мне даже я но музыку конечно во сне не слышу но так она я езжу чем-то занимаюсь и в голову приходит даже вот музыка сама картинка я как оператор значит вижу это все вам очень все понравится я ухожу на евгения вы помогаете больным деткам стоматология все но по возможности моя золотая стоматология все хорошо стоматология работает поэтому давайте приходите лечить зубки адрес в шапке профиля короче хочу выйти на youtube канал вот потому что я так посмотрел я смотрю те телевидение сейчас находится в каком-то таком упадки небольшом да нет прически никакой ребят я нахожусь дома и если кто меня давно знает вы знаете что я там но не заморочен по поводу внешности мне вообще все равно я вот как чувствую себя так и вот ведь опять усы отрастил не знаю может быть побрею сейчас сегодня мы завтра сашка гундосит короче вот вышел на youtube канал но вышел с абсолютно новым контентом которого на данный момент нет я очень много смотрел youtube и я понимаю что честно говоря мне надоело смотреть на сиськи на жопы извините за бестактность на дорогие машины на клубы на развлечения это такой степени доводит до какого-то тошнотворного состояния меня поэтому я уже это не смотрю я вот подумал что нужно запустить кое-какой проект который я думаю что вам очень понравится и вы его и вы его оцените первоначально заработать денег нет вообще задачей задача не стоит заработать денег на сегодняшний день я клянусь вам вот хотите верьте хотите нет мне так хочется наполнить себя изнутри я имею ввиду свою духовность знаете в каждом человеке есть такая чаша вот у кого-то она наполнена у кого-то переполнена у кого-то совсем пустая на дне сухо у меня есть что-то на дне вот но этого мало короче хочу делать то что что будет приносить мне удовольствие я очень загорелся этой идеи вот такой знаете внутреннее легкое возбуждение со мной уже на протяжении недели потому что все это пишется обо всем об этом думается вам понравится я вам обещаю да поэтому ребят я вас очень прошу если у кого-то есть монтажеры хорошие если у кого-то есть видеооператоры напишите пожалуйста в директ и люди которые могут предоставить площадку такую как ресторан гостиница и парикмахер нужен не важно женщина мужчина не важно поэтому давайте будем вместе работать соберем команду и у нас все получится мы мы просто поможем поняли людям огромному количеству людей мы поможем кто если не мы зачем усы я же говорил только что состояние такой души мое внутреннее какой-то наверное внутренний беспорядок и поэтому усы сбрею их потому что они растут у меня как-то неправильно ну вот как-то вот так то есть у них нету формы им надо придавать форму я этим не хочу заниматься поэтому мне проще сбрить слушайте ну ребята визажист визажист тоже нужен визажист нужен обязательно и пишите пожалуйста в директ и мы с вами все обсудим же подскажи пожалуйста если разводиться с мужем и есть несовершеннолетние дети то суд может прописать порядок времени общения с отцом если вы если вы являетесь мамой если вы запретите видеться с ребенком то суд если ваш если биологически отец детей подаст на вас суд то суд выпишет ему ну как говорится воскресный папа и его выпишут ему там два дня в неделю или один день в неделю все зависит от от вашего мужа отца детей смотря какой образ жизни он ведет то есть он если у него нет своей жилплощади если даже если есть ты там внутри беспорядок органы опеки то есть вы можете все это обжаловать его решение и все но скажу вам так закон он конечно в нашей стране нас стороне мамы но есть и другая часть закона до обратная сторона что ребенок принадлежит отцу ровно настолько же насколько принадлежит матери 50 на 50 . к чему я веду если ваш муж возьмет этих детей и отвезет к себе домой и не будет вам их давать то не полиция не органы опеки никто не имеет права перелезть через забор вообще войти на территорию дома поэтому поэтому будьте аккуратны и все потому что ему также принадлежит вот и все ты завтра поешь слушайте антон меня пригласил на день рождения саши вот но завтра у нас в 7 вечера съемка на доме 2 там будут снимать такой скетч ком на ну такой интересный очень веселый костюмированный и меня позвали саши принять участие я согласился потому что мне нравится все это мне нравится съемка мне нравится зрители день денис тэн умер скорбим денис тэн это вот сегодня это фигурист который до которого зарезали очень жалко очень жалко когда так ну то есть как как бы правильно выразиться узнать как бездарно уходят люди то есть бездарно в том плане что нелепая смерть это всегда отвратительно несмотря не на то что он артист или там спортсмен любой человек всегда очень больно и печально когда уходит ну не по своей вине ладно добра вам саш спасибо огромное усы тебя старят я в курсе дам ты был в кузбассе был привет сибири парокопис привет сохрани эфир хорошо сохраню женя чужение джиньич ты большой молодец успехов тебе больших спасибо к котельникова мария спасибо большое а саша не мешают твои усы мешает ругается колется ты еще пользуешься приставкой на которую мы тебе скидывались после проигрыша в чьих годах все уж я пользуюсь до сих пор спасибо вам с эти огромное это женская же как продать авто уже месяц продаю не получается уже сумму уменьшила ничего кроме салонов не не звонит не салоны и звание не салоны звонят перекупщики вам звонят вот люди которые хотят купить у вас за копейки я знаете как вы хотите продать потому что вам нам нужны в дагестане был я был в дербенте был махачкале вы хотите продать машину потому что вам нужны деньги или вы хотите поменять на другую машину то есть если вы хотите поменять на другую машину то существует такое понятие, как трейд-ин. Вот. И вы можете по трейд-ину эту машину продать. Очень хорошо, кстати, платят. Очень даже хорошо выглядит, и усы его только украшают. Спасибо. Да никогда, когда планируем детей. Ну, что за вопрос? Я же не знаю. Короче, ребят, еще раз, вы меня простите, конечно, за то, что вот за эту тавтологию. Еще раз вас прошу. Если монтажеры есть, визажисты, парикмахеры, операторы, напишите, пожалуйста, в директ, и мы с вами создадим очень крутую команду, и будем снимать документальное кино. Да, деньги нужны. А, ну тогда... Тогда, да, тогда, ну я не знаю, как продавать машины в этом плане. Отправьте на Авито объявление, сфотографируйте. Ну, вам тоже будут звонить, звонить перекупы. Жень, привет. Ну, трейд-ин не особо... Слушай, Денчик, я по трейд-ину отдал одну машину, мне взяли ее на 300 тысяч дороже, чем предлагали, вот, я мог ее продать, хотел ее продать. Ириван с вами. А мы с вами. Спасибо. Я рад, спасибо, что ответил. Играешь... Да, игра. Вот, кстати, хотел напомнить, Ксения. Это значит, у меня была группа ВКонтакте, это девчонки, скинули с деньгами и подарили мне Sony PlayStation 4. Это, конечно, было для меня, ну... Я вам до сих пор благодарен, мы до сих пор играем с Сашкой в Mortal Kombat отрубимся. Она побеждает, я побеждаю. Почему не хочешь с Денчиком поработать? Ну, потому что у Дениса и так много работы, и зачем его привлекать, он и так занятый человек. И не верьте Денису, когда он рассказывает, что у него нет работы. Этот парень не может быть без работы, он очень работоспособный, и он в этом плане умница. Привет ему, кстати. Жень, привет. Как же ты похож на мою первую любовь, а про трейдин согласна. О, нужно укоротить усы по бокам. Да надо их побрее все, ребят. Ну, что вы с этими усиками меня? Я все знаю без вас, все в курсе. У меня для этого есть моя жена, которая живет рядом, и моя мама. Они в один голос, обе мне говорят о том, что они мне не идут. Все нормально, я все понимаю. Как дела с каналом стоят, Жень? С каналом нормально, вот сейчас Ахмедов рассказывал про канал. Я уже зарегистрировал его, вот поэтому осталось немножко найти инвесторов. Передай Тане Малышевой привет. Привет, Таня Малышева. Есть девиз по жизни? Есть. Не умирать. Привет, привет, да. А мне нравится. Что нравится? Что нравится? Почему не отвечаешь? Да я же не могу за каждым сообщением уследить. Такая странная тоже. Я вот знаю, что в Москве находятся институты, вот даже в Останкино учатся, там на журналистов, операторов, монтажеров. Поэтому, ребят, кому там нужна подработка, ну, кто приехал из других городов в Москву покорять ее, как говорится, ставить раком, что вряд ли получится. Потому что Москва, она сама по себе бисексуальна, и она имеет и мужчин, и женщин. Так что шрам на всю жизнь остается. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, если кому нужна подработка, то, пожалуйста, напишите в директ. И я обязательно отвечу каждому, и мы будем вместе работать, сотрудничать. Не говорю о каких-то сумасшедших деньгах, сразу предупреждаю. Не ждите каких-то неимоверных зарплат. Я люблю волонтеров, понимаете? Потому что я сам по жизни клянусь наполовину волонтера. Ну, конечно, какие-то деньги будем платить. Вот. Поэтому давайте. Привет из Бреста. Привет! Привет, Брест. Сейчас, кстати, собираюсь, должен поехать вести свадьбу не в Молдавию, а куда же я должен лететь? В Болгарию. Сейчас полетую. Я, кстати, свадьбу веду еще. Поэтому пишите в этот, в директ. И вам проведу. Мне нужна. Что нужна, Маргария? Пишите в директ, я прошу вас. Еще. Давайте вот так, смотрите. Пока нас там 800 человек. Спасибо Максу. Разводы проводишь? Провожу. Все. Между носом и губами есть участок с волосами. Парикмахер. Хозяин гостиницы. Хозяин ресторана. Оператор. Видео. Видеомонтажер. Визажист. Вот. Если эти люди есть, которые могут откликнуться. Знаете, просто в Москве тоже открываются какие-то гостиницы, которые никому неизвестны. И вот люди хотят немножко... Нам не нужны там какие-то виповские. Нам нужна обычная гостиница. Нам нужен обычный номер. Вот и все. Поэтому, если кому интересно, пишите. Мы будем работать на бартерной основе. Я буду вас пиарить. Моя жена будет вас пиарить. Больше двух миллионов человек живых подписчиков. Плюс еще на канале будем. А ресторан как у нас? Ресторан простой. Нужен. Обычный ресторан, чтобы вы просто нам дали возможность поснимать у вас. Это буквально там пару часов. Первое, второе. Там два салата. Компот и хлеб. То есть, ну вот так немножко накрыть стол. Вот только так. Самой простой едой. И возможность поснимать. Все. А мы вам. Вы нам, мы вам. Обожаю вас. Есть за что, да? Поэтому давайте, если кому интересно, посотрудничаем. Привет. Здорово. Что за работа? Ну, какому? Что за работа? Да работа, за которую платят деньги. Я же уже сказал, какая работа. Да на Сахалин приезжаю. А что у вас там на Сахалин? Ты с усами как дет старт. Это просто у меня еще телефон высоко стоит. Вы не видите. У меня там под рубашкой капельница, а снизу утка. Эх, у меня китайский ресторан. Ну, китайский ресторан, не вопрос. Еще интереснее, потому что, ну, локация вообще потрясающая. Я очень, мы, Саша, очень любим китайские рестораны. Есть в Москве такой ресторан, называется Китайские новости. Не на правах рекламы, а просто на правах хорошего комментария в их адрес. Очень вкусно все. Сходите, попробуйте там еду, потому что китайская еда, она сама по себе очень специфичная. Я имею в виду в том плане, что ты, когда что-то ешь, у тебя происходит внутренний взрыв вкусовых рецепторов. Там как-то кислое, со сладким, соленое, острое. Вот это все идет, перебивание, перебивание. И очень вкусно. Поэтому сходите. Китайские новости называются. Советую, кто будет в Москве, кто живет. Вот. Расскажи нам тоже. Работа только в Москве. Да, работа только в Москве. Приезжайте на работу. Еще раз рассказываю. Просят рассказ. Сможешь по-китайски свадьбу провести? Конечно, смогу. Конечно, смогу. Видеооператор, монтажер. Я создаю канал на Ютьюбе, на котором буду снимать. Не на котором буду, а на котором буду выкладывать то, что буду снимать. Документальные фильмы небольшие. И мне нужна команда людей, профессионалов. Ну, может быть, даже не профессионалов, тех, кто научится со временем. Людей. Вот и все. Вот она работа. Ищу команду людей. Приходите. Аж слюни подавили. Аж слюни. Да, я как представил, я вспомнил, там у них вкусные эти. Кузин Зернут. Что такое Зернут? Оскорбил меня, да? Жень, не сдавайся, ты молодец. Не, не сдамся, в этот раз не сдамся. Ты очень похож на моего брата. Про что фильм? Ну, вы все увидите, ребят. Я же сказал, фильм не про машины, не про силиконовую долину, не про богатую жизнь. Фильм про жизнь, про нашу, мою, вашу. Ваших соседей, ваших друзей, родственников, моих родственников, друзей. Про нас, про людей простых. Простых и смертных. Вам понравится. А есть цель подписчикам на канале, например, миллион набра... Вот честно я скажу, я вообще об этом сейчас не думаю. Я не знаю, правильно это, неправильно. Я не думаю ни о заработке. Я не думаю о миллионе на канале. То есть, я провел некий мониторинг на Ютюбе, и вот к чему пришел. Что подписчиков может быть там 100-200 тысяч, а просмотры по 5-7 миллионов. Для меня важна аудитория посмотревших. Просмотревших это видео. Вот и все. А подписчики, да мне все равно. Что с камерой? А что с камерой? А что с не с камерой? Уже и тут что-то не то с камерой. Ничего не видно. Почему ничего не видно? Как не видно? Вы что? Алло. Собачки где? Бегают. Душамбай, привет. Огромный привет. Хорошо, сбрею, сбрею. Ребят, перестаньте про усы мне писать. Но вы же не первый и не последний. Для чего это нужно делать? Попытаться выделиться как-то из общей массы людей? Я услышал вас хорошо. Я и без вас знаю, что мне эти усы не идут. Это все. Евгения, приветствую. Поздравь, пожалуйста, нас с пятилетним юбилеем. Свадьбы по скрипту Аверкина. Аверкины, поздравляю вас со свадьбой. Вы уже вместе пять лет. Это большой срок. Вы перешли, вы прошли уже многое, перешли огромные границы и грусти, и печали, и радости. Вы справились с этими испытаниями. И вы вместе, и вы счастливы. И пусть так будет как можно дольше. Но помните, жизнь одна, и зацикливаться на одном не надо. Когда решили, что тебе подарить в группе был трэш, локти перегрызли друг друга. А, нет, вы, кстати, подарили самый классный подарок, которым я до сих пор пользуюсь. Спасибо вам еще раз огромное, тысячное. Тебе с ними круто. С кем? С усами? Ну, может быть. Может быть. Поэтому, ребят, напоминаю еще также, что у меня имеется клиника стоматологическая. Если у кого зубки болят, только они квартиру купили. За деньги купили. Не за что, не за что. А, Веркин, живите долго и счастливо. Вот. У кого болят зубы или у кого не болят, просто приходите на чистку. Жень, почему? Я пропустила, о чем речь. Ну, вот, видишь, пропустила все. А жизнь так устроена, что нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Вот если вот на данный момент и не оказалась. Я твой герой, лови меня как самолет. Да. Поэтому, значит, это не твое. Значит, тебе это не нужно. Правда, что твоя теща живет этажом ниже вас. Правда. Прямо под нами. Тут наша квартира, дверь. А вот их вот так же, прям на этаж ниже. Это очень удобно. И не знаю, знаете, как говорят, любимая теща та, которая на расстоянии. Ну, у меня эта схема вот сейчас не работает. То есть, у меня очень хорошее отношение с тещей и с тестей. С тещей и тестей. С тещей. Ремонт начали. Ну, начинаем уже. Сейчас нам проект заканчивал. Мы ждем проекта. Все остановилось из-за дизайнера. Сейчас дизайнер сделает проект, и мы начинаем. То есть, команда, бригада людей уже есть. Вот. И все. И поехали. Спасибо, Юля. Привет, Новороссийск. Привет огромный вам. Товарищи, не задавайте не тактичные вопросы. Усы, беременность, машина, Рита. Есть же много других интересных тем. Все верно. Молодец. Пятерка тебе. Можешь завтра не приходить. Привет с Израилем. Привет, Израиль. Вчера смотрел фильм о война Зе. И вот в Израиле, в Иерусалиме, вот эту стену воздвигли они, где Брэд Питт играл. И все же хорошо было. Пока вы, израилетяне, не начали веселиться. А зомби услышали и перелезли. И вас всех пожрали. Вот и все. Молодцы. Жень, у тебя Сашка красавица. Да. Теща богатая, спрашивают. Очень богатая. У моей тещи самое большое богатство это ее дочь, моя жена. Поэтому она очень богатая. Что думаешь о будущем нашей страны? Я стараюсь о будущем нашей страны не думать, а жить настоящим. Потому что если ты начнешь думать о будущем нашей страны, то у тебя не хватит времени на то, чтобы подумать о своем личном будущем. Поэтому мой тебе совет. Думай о себе. А о стране уж, знаешь, подумают. Был на Байкале. Нет, не был. Где жена? Жена дома. Привет, Жень. Привет. Привет. Папа, сколько я им закротовка? Так и арабы их зажрут за то, что украли их землю. Да я думаю, там уже. А у них вечный этот конфликт. Арабо-израильский вот этот. Вам пойдет тату изображение Сталина на левой стороне груди? Да, пойдет. Только мне 33 года. Через 10 лет я что с ним буду делать? Он уж поплывет вниз. Саша, где дома? Жень, а у тебя есть любовница? Конечно, есть. Есть. Ты жалеешь о распаде СССР? Да нет. Не жалею. Я вообще предлагаю вам не жалеть ни о чем. Потому что в этом нет смысла никакого. То есть мы можем, конечно, сидеть и жалеть о чем-то. Но вернуть назад и повернуть время спять не получится и что-то изменить. У нас же нет машины времени. Поэтому не надо жалеть. Надо просто брать и принимать ситуации такими, какие они есть. Если ты не можешь изменить их, то меня отношение к ним. Мое отношение простое. То, что было, все забыто. То, что будет, впереди. Любимое блюдо. Да лишь бы на этот. Лишь бы накормили, как говорится. Я все ем. Самый любимый твой суп. Гороховый. Когда видел Митю в последний раз? Ну вот он же на Кипре сейчас. Когда видел. Перед Кипром, перед поездкой видел. Перед отъездом. Классный потолок. Да, обычно. А, этот. Ура, мы едем на море. Ну, слава Богу. Хорошо вам там отдохнуть. Только жопой на траве не сидите. Там клещи инсцидиолитные. Короче, берегите себя и своих близких. Жень, ты пиво любишь? Ну, я его не... Ну, наверное, да. Люблю. Ну, как люблю пиво? Как можно любить вот что-то, что неживое? Ну, нравится. Рустам сказал, что футбол он не смотрел, потому что бережет свои мозги, что попало не смотрит. Ну, изображение не очень. Ну, как из... Это у тебя, значит, что-то... Нет, я со шкварками не люблю. Нет, шкварки не люблю. Господи. Как изображение-то не очень. Это значит, что-то у вас с телефоном. Потому что у меня с телефоном все хорошо. Жень, почему с Ермаковой не получилось? Ты ведь к ней шел. Я, кстати, 15 минут назад с Ермаковой общался по телефону, разговаривал с ней. Не знаю, солнышко или сладкое. Соленое или сладкое. Соленое. Планируйте, детей? Так, любимый фрукт. Манго. Ой, Женек, привет от Юльчика из Благовещенска. А на Амуре? Благовещенск, я помню. Если есть животик, зачем любишь? А что ж теперь, не жить, что ли? О, ребят, я вот вообще не преемник того, чтобы ограничивать себя в чем-то из-за того, что ты там что-то, вот, что-то с тобой может произойти. В том плане, что... Да я все ем жареное и пареное, я все ем. Что мне надо сделать? Перейти на какое-то правильное питание? И что дальше? Зачем это нужно? Я же сегодня живу и сейчас. Я думаю о будущем. Так, мутно. Да как может быть мутно? Но вы что, ребят? Подождите. Мутно. Чокнутая. Я не знаю. Не знаю. Один пишет хорошее качество, другой да мутно. Да не может быть у меня мутно. Я же вижу себя в этом изображении. Вы мне говорите, мутно. Че мутно-то? Все у вас мутно. Все мутите. Не мутите тут воду. Заблуждение вводите меня? Еще хуже. Че еще хуже-то? Какая связь? Связь у тебя плохая. Чего? 15 декабря у меня день рождения. Вот так лучше. Так я ничего и не сделал, чтобы стало лучше. Нормальное изображение, даже морщинки видно. О, ай ты, блядь, моя внимательная. Какая ты молодец. Что ж ты тут сидишь с соколиным зрением? Тебе надо в Москву ехать. Вдаль смотреть. Есть ли там пробки или нет. Все нормально. Опять ругаемся. Не ругаемся. Все нормально. Все нормально было мутно. А сейчас отлич. Ладно, все понял, понял. Какой жирок у меня на экране был. Это у тебя на боках там жирок. На экране. Откуда что? Хотя, может, я заплевал. Я так иногда разговариваю очень активно. Уже чуть лучше. Все, а заканчивайте. Вы что, у нас ливень пошел. Молодцы. Ты любишь такие рубашки, походу, из льна? Да, из льна. Очень люблю рубашки, потому что их можно не гладить. Вообще, рубашки из льна, вот мы в магазине Сашка их покупаем. Они продаются вот так в узел завязываются. Вот так продаются. Привет. И жена у меня как раз нормально, нормально жена у меня, да. От души. Душевно в душу. Жирок. У меня тоже есть жирок. Ой, простите. Сколько вам лет? Ну, раз вы на вы, значит, видимо, вы понимаете, что я старше вас. В два раза. Мне 33 года. Я счастлив. Ты рыбак? Еще тот. Уже не мутно. Панина, 2667. Спасибо вам огромное. Мы как 20 минут назад перестали говорить о муте. Вы все мутно, мутно пишете. Ты сделал мой день. Спасибо. Пожалуйста, вечер. Сашка на скрипке не учит играть? Не, не, не. Спасибо огромное. Как-нибудь без скрипки обойдемся? Ой, sorry. За что? Вика, привет. Ты счастлив? Ну, конечно, счастлив. Женька. Лень бриться, а остаться уже от его усов. А, кого любишь? Какой любишь спорт? Керлинг мне нравится. Керлинг нравится. Прыжки в воду нравятся с трамплина. С трамплина? Не, не с трамплина, а с вышки. И прыжки с трамплина тоже нравятся. Привет, Нальчик. Сашка беременна? Тройней. Колян, Толян и Ветель. Три брата будет. Привет, Кузин. Как дела, твои фанат, брат? Береги себя. Спасибо огромное. Мне кажется, меня не видно. Сто процентов. Тебе не кажется. Здесь никого не видно, кроме меня. Почему в песне Егора Крида тебя упоминают? Я не знаю, мои золотые. Не знаю. Но это никак не связано со мной. Любишь кока-колу? Я не пью газированные напитки. Поэтому ни кока-колу, ни энергетики, ни даже буратино. Не пью просто. Какое у вас, Саша, любимое блюдо? Ну, не знаю. Сашка у меня очень вкусно готовит окрошку. А я занималась прыжками в воду долго. Ну, вот это вот классно. А я как-то поднялся на 10-метровую вышку и спустился так же с нее. Только спустился быстрее, чем поднимался. Кузин, как я люблю тебя и Сашу. Спасибо огромное. Привет, Женя. Как дела? Как, Саша? Вас скоро с ребенком будем поздравлять. Да, скоро с ребенком будете поздравлять. Вчера цыганка одна подваливала. Предлагала. У нее каталог. Мы там заказали парочку. Белесеньких. Я видел между вами, Саней и Скру. Еще на проекте. Хорошо, что ожог не получила. Пьешь пиво газированное? Слушайте, ну вот на футбол был и вот с корватами играли, пил. А если суд время укажет общение с ребенком, а отец будет забирать их по несколько дней? Нет, так он не имеет права. Если суд постановил определенное количество времени или там дней, если он хоть раз нарушит, он получит выговор, предупреждение. Короче, там, по-моему, до трех нарушений, если я не ошибаюсь. Потом просто отменят это и все, и можно будет закончить с этим. Вообще, я вам так скажу, дорогие женщины, которые разводятся со своими мужиками, начинают потом, значит, через детей манипулировать. Я вам так скажу, не надо вообще никогда в жизни доводить дело до суда. Потому что единственное, что нас отличает от животных, это умение договариваться. Понимаете? Поэтому я предлагаю все-таки всем вам опомниться и просто попытаться договориться. И не говорите мне о том, что с кем-то договориться невозможно. Возможно. Просто каждому человеку нужен свой подход индивидуальный. Поэтому старайтесь договариваться, а не доводить дело до суда. Потому что это может привести вас к долголетним ссорам, руганьям и конфликтам, которые вам не нужны. А чтобы у вас была мотивация договориться, всегда думайте о своем ребенке. Никогда не думайте. Потому что в первую очередь, когда люди начинают ругаться, они все думают о своих интересах. Баба о своих, мужик о своих. А о детях никто не думает. Хотя при этом ребенком кичутся и перед друг другом его выпирают. Понимаете? Поэтому вы о детях подумайте. Вот и все. Тогда все будет хорошо и до суда не дойдет. Никто, ни одна семья. Если начнете думать о детях, а не о себе. Жень, есть человек, не хочет быть с тобой. Его нужно отпустить? Конечно. Что, вы с ума сошли, что ли? Конечно. Пусть идет. Пусть идет. Это может Господь Бог от вас его отводит. Дабы вы встретили того, кто действительно вас полюбит. Не надо ни за кого держаться. Вы что? Вы же не в море. Это не спасательный круг, без которого вы потонете. Это же обычный человек. Таких 7,5 миллиардов на земле. Как Саша? Как не ревновать? Скажи, пожалуйста, примерную стоимость ведения праздника минимум сколько? Что значит минимум? У меня есть нормированная цена и все установленное. У меня не бывает такой минимум. Свадьба 1000 рублей, а вы мне там, ну давай за 300. Нет, я так не поеду. Ну, то есть, у меня такого нет. И мы же не на базаре. Чего нам торговаться? Я же знаю, сколько стоят мои услуги. Я их оцениваю реально. Это все. Поэтому не придумывайте мне. Сколько? Что? Чисто даун. Ну, кстати, да. Немножко есть во мне это. Если ты про меня, да, Артем Миронов? Ты любишь обнимаешься целовавшим? Ты любишь обнимавшим целовавшим? Все, короче. Родители ушли. Каникулы в школе. Она, давай мне тут писать какую-то ерунду. Ты веришь в гадалку? Да нет, конечно. Это вы что, с ума сошли? Я что, обращалась раз? У меня есть фотки. Какие гадалки? Как можно гадалкам-то верить? Вы что, прикалываете, что ли? Жень, привет. Никак не могу связаться с тобой по заработку. Что по заработку? Криптовалюту. Не надо мне вообще это писать. Про криптовалюту. Это мне неинтересно. Жень, любишь вареники с сыром? Нет, с картошкой люблю. Но без сала. Я не люблю сало. Окрошку на кефире. Не на кефире. Саша берет сметану и минералку. Минеральную воду. И смешивает. И все. И вперед. Очень вкусно. Я очень люблю еду, которую готовит моя мама. Но так, как делает Саша окрошку, это просто не передать словами. Жень, прокрути сообщение. Написала, что вы на деньги кидаете. Жень, прокрути сообщение. Написали, что вы про деньги кидаете. Сейчас, сейчас. Сейчас найдем. Кого мы кинули на деньги? На кефире, на кефире. Подожди. Жень, гуляли на свадьбу, которую ты вел. Очень все понравилось. Спасибо тебе за хороший вид. Спасибо вам огромное за хороший комментарий. Я помню, когда Бузова на Сейшелоска. Так. Жень, привет. Директик. А где я пишу, что я на кого-то на деньги кидаю? Короче, херню какую-то написала. Никто никого на деньги никогда не кидал. А говорили, что криптовалюта интересна. Кому интересна? Мне интересно. Никогда в жизни. Ребят, вы тут знаете не этот. Не придумывайте сами себе. Криптовалюта интересна. Не придумывайте сами себе. Я если что-то говорил, то я говорю, что говорил. Я же мне 94 года. Я же не престарелый маразматик. Что бы я сказал, я не помню. Никого я не кидал на деньги никогда в жизни, ребятушки моим. Я как раз-таки человек, живущий по совершенно другому принципу. Понимаете? Не видели, что бы такое не написать. Да понятно, она это как придумала там что-то. Жень, сколько квадрат метров в вашей квартире? Достаточно для молодой семьи. Привет, привет. Там писали, что, мол, 4 года назад твой Иван взял и слинял. Это вранье, полное вранье. Такого нет в моей практике. У меня один раз, знаете, что было в жизни? Короче, рассказываю вам реальную... Сейчас заканчиваю. Реальную историю, значит. Даже по НТВ показывали. Значит, какой-то один прекрасный день. Я прилетаю домой к маме. Сидим мы с мамой на кухне, кушаем. Мне тут звонок по телефону. Ну, алло, здравствуйте, здравствуйте. Ну, что, вы прилетели, мы вас ждем. Я говорю, где вы меня ждете? В Уфе. В какой, я говорю, Уфе вы меня ждете? А я в Новороссийский дом с мамой. Вы что, мы вам выслали предоплату туда-сюда вашему директору? Я говорю, какому директору вы выслали предоплату? Они начинают рассказывать историю. Я вспоминаю, что я там переписывался с каким-то парнем. Вот. Который взял у них предоплату. Мне ничего не переписывался. Разговор закончился просто на общении. В какой-то момент она потом пошла на НТВ, звонит, говорит, Кузин меня кинул на бабки, взял предоплату. А это, оказывается, она отправила деньги вообще какому-то типу ВКонтакте, который выдал себя за моего директора, с которым я вообще не знаком. И все, и это на НТВ вышло, Кузин мошенник, там что-то такое. Что к чему вообще? Представляете? Была такая история. И, кстати, до сих пор они, люди, помнят. Салам из Таджикистана. Ой, салам из Таджикистана. Все, ребят, еще раз. Это Черкасов говорил на Доме-2 про деньги. Про какие деньги Черкасов говорил? Ребят, ни херню не несите. Короче, значит, вот-вот, про это и была тема. Да, была, была, была. Жень, посоветуй, что мужу подарить на 33 года. Уйди от него. 33 карася. Ага, 33 карася, вон Сашка подсказывает. Короче, еще раз напоминаю. Создаю очень крутой проект. Мне нужен видеооператор, видеомонтажер. Мне нужен человек, который занимается звуком, звукач. Мне нужен гример, ну, то есть этот, визажист. Мне нужен парикмахер. Мне нужны люди, у которых есть ресторан, гостиница. Вот, мне нужны вот эти люди, с которыми я буду работать на бартерной основе. Со всеми вышеперечисленными, оператор, с этими людьми мы уже будем работать на других условиях. Потому что все хотят кушать. Поэтому, если кому... Прогибку это, что у нас будут разыгрываться. А, кстати, да. Мы же еще с Сашкой, представляете, жили-жили-жили-жили, приехали. Завтра, послезавтра, едем за подарками, скажи. Решили сделать, значит, первый в своей жизни giveaway. Завтра, послезавтра поедем уже за подарками. Все это с ними мы покажем. Что самое интересное, мы вам покажем в видео, как все эти подарки мы будем вручать. Все эти люди... Да, то есть без всякого обмана, чтобы никто не подумал, никакой не лохотрон, ничего. Да, все это будет... Все эти подарки, они все будут разыгрываться рандомно. У нас программа в интернете, которая включает и рандомно выбирает числа. Никакой подставы. То есть, короче, если кто верит мне, отвечаю вам. То есть, поэтому следите, у Саши в стори что-то есть, следите у меня. Вот, и можете выиграть. Вам вкладывать ничего не надо, там, по-моему, надо подписаться, да, на спонсора. Я просто не знаю этой темы, это вот Сашка, она загорелась. Тут просто, ну, испытать свою удачу, не более того. Да, поэтому я вас умоляю, мне поверьте, отвечаю вам. Все, всем пока, миру мир, кайфуйте в этой жизни. И вы, кто меня знает, кто следит за моей жизнью давно, вы знаете прекрасно, что никогда я никого не обманывал. И за базар отвечаю. Поэтому новый Гивэй от нас с Сашкой выигрывайте. Ну, подарки там не машины, конечно, мы дарим. Там iPhone X, iPhone Samsung S9, да, там... Планшет, да. Планшет, iWatch 3, вот эти, короче. Последние, последние вот эти призы. Вот, разыграем, с каждым встретимся, кто в Москве живет. С каждым проведем встречу, все это будет... Да, еще главный приз провести 2 часа с нами. Кое-то уже. Главное, что за 50-й? Да? Да. Ну, не знаю, мне кажется, лучше iPhone. Ну, кому как, что-то с... Чем с нами посидеть? Айфон, то с кому-то встреч, извините. Ну, короче, да, такая тема. Ну, с нами там встретиться, если кому будет интересно, посидим, поужинаем. За ужин заплачу. Ну, все, давай. Все, всем пока, ребят. Мы не... Вот смотри, вот сейчас, Анастасия Мартынова. Я прошу вас, во-первых, не оскорбляйте и не утверждайте. Вы в утвердительной форме... Че, девушка матом ругает. Вы в утвердительной форме говорите о том, что я обманываю, да? Я так, ну, нежно говорю. Вы же можете, вы же можете верить, а можете не верить. Пройти мимо. Но давайте мы сделаем так. Если я хоть кого-то обману в этом розыгрыше, и реально победят люди, и я каждому, с каждым встречу себя отдам, если кто-то живет в Москве, в Московской области, тем, кто живет в других регионах, мы отправим по почте, и каждый из них получит эти призы. Вы потом можете писать им и звонить, вы прилюдно передо мной извинитесь за то, что вы пытаетесь меня оболгать. А вообще, если бы мы жили в Америке, я подал бы на вас суп. Поняли? Ха-ха, ну не сделал бы это, потому что я не мусорской. Всем...